В Мурманске за последние несколько дней дважды загорались деревянные дома. Последнее ЧП произошло накануне вечером на улице Калинина. Дом на Калинина, 47. Несмотря на усилия спасателей, выгорел почти полностью. Эвакуировать никого не пришлось. У людей из аварийного здания давно расселили. Полностью ликвидировать огонь пожарным удалось только к 7 утра. На месте происшествия работали 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается. В связи с теплыми буднями августа на территории Мурманской области для обеспечения пожарной безопасности продлеваются ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Ограничение, если не изменятся погодные условия, будет действовать до 25 августа. В лесах запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, травы и иных горючих материалов. За нарушение правил предусмотрено административное наказание штрафа до 400 тысяч рублей. В случае обнаружения лесного пожара незамедлительно звоните в службу экстренного реагирования 112. На чеку и военные следователи Северного флота. Они организовали в Мурманске рейд по выявлению уклонистов от воинского учета. При поддержке росгвардейцев специалисты проверили места наиболее частого пребывания лиц, недавно получивших гражданство России. В Октябрьском округе областного центра. Во время рейда удалось застать более трех десятков человек, среди которых выявлено несколько новых граждан, своевременно не вставших на воинский учет. Они были сопровождены в военный комиссариат. Возможность построить свой дом становится все реальней, благодаря программам поддержки, запущенным в Мурманской области. Больше семей делает выбор в пользу собственного участка, а не просто покупки квартиры. Как проходит работа по данным проектам и какие перемены ждут россиян в сфере недвижимости в будущем? Ответы на эти и другие вопросы прозвучали в рамках межрегиональной конференции «Гектар-2024». Конференция ежегодная, но впервые ее проводят в Мурманской области, потому что наш регион стал передовым в вопросе развития земельной программы. Из почти 7 тысяч участников «Гектара-Арктики» половина – наши северяне. Качество реализации на должном уровне. Люди активно присоединяются к программе, делятся эксперты и отмечают, что опыт у нас уникальный. Мы очень активно с 2016 года закон корректируем, делаем максимально его удобным для граждан. И сейчас, по моему мнению, он достаточно понятен. Самое главное – это же простым, понятным языком объяснить людям, как получить земельный участок, и потом совершенно бесшовно прописать путь, что дальше с ним делать. И мы это максимально упростили, поэтому я не вижу здесь таких неразрешимых проблем. Я думаю, что все получится, тем более то, как сейчас реализуется программа в Мурманской области, показывает, что все можно делать лучше, чем делалось до сих пор. Важно, что за три года работы программы около 3700 человек получили свой гектар. И некоторые из них уже освоили земли и забирают участки в собственность. Не будем забывать, что на получателей программы «Гитар в Арктике» распространена программа «Арктическая ипотеки». Уже у нас есть несколько получателей «Арктической ипотеки» на «Гитаре», поэтому мы тоже рассчитываем активно использовать этот инструмент. Это уникальный инструмент, кроме нее, под такой процент нигде вы не получите ипотеку, тем более в сегодняшних условиях. Поэтому мы эту ипотеку ипотеку рассматриваем тоже как один из возможных способов поддержки граждан. Каков же портрет потенциального получателя «Гитара Арктики»? Не буду скрывать, есть люди, которые взяли просто так. Ну, это, наверное, не очень хорошо так говорить, но они взяли, ну, пусть будет. Но я могу сказать, что более, наверное, 60-70% это активный молодой гражданин, который хочет, может и жить на своей земле. Это граждане, которые хотят совместить свою жизнь на земле с бизнесом. В Мурманской области доступно 27 агломераций. По словам экспертов, самыми популярными можно назвать территории вокруг Мурманска, Апатитов и в Кольском районе. Жители Колы смогли лично пообщаться с главой региона и задать интересующие их вопросы. О том, как изменилась Кола и Кольский район и перспективах, расскажем далее. За последние пять лет Заполярье многое изменилось в лучшую сторону. Заметно преобразился и город Кола. Хороший пример – Поморская набережная, которая стала любимым местом отдыха как для местных жителей, так и для гостей. Также в Коле активно работают над улучшением инфраструктуры, благоустраивают дворовые и общественные территории, ремонтируют социальные объекты. Поэтому на встрече с губернатором многие горожане в первую очередь благодарили главу региона за проделанную работу. Но главная цель – узнать о желаниях северян. Люди обращались с индивидуальными вопросами и поднимали общие темы. Оказание жилищно-коммунальных услуг, капитальных ремонтов домов, благоустройства дворовых и общественных территорий. У нас на станции, спасибо, конечно, большое, очень много проведено работы. Большое у нас станция преобразилась. На станции у нас есть две улицы. Она три Вашейли, а другая – Приморская. И вот, к сожалению, про улицу Приморскую немножко забыли. Большое количество вопросов поступило губернатору от многодетных семей. Меры социальной поддержки на севере показали востребованность среди населения. Только в 2023 году различные субсидии получили более 70 тысяч семей. Однако в любой системе есть исключения, которые не подходят под стандартные категории. Именно с такой проблемой к губернатору на встречи обратилась местная жительница. Ее история уникальна. Они с супругом ждут четвертого ребенка. Муж женщины – работник сферы науки. Однако в силу возраста семья не имеет права на льготы для молодых ученых. Муж 66 лет. Четвертый ребенок ожидается. Вот люди науки. Смотрите, надо в деталях разбираться. Мы то, что не соответствует закону, сделать не можем. Мы постараемся какой-то набор мер вам предложить. Не обошлось и без импровизаций. Я сегодня спою свою песню, которую я учу сам. Красивой зимой, опутан туманом, заливом. Всего Андрей Чебис ответил на более чем 50 вопросов от жителей Кольского района. Обращения уже приняты в работу профильными ведомствами, районной администрацией и лично главой региона. Вы говорили, что я сам заеду, посмотрю, но в понедельник послушаю доклад всех ответственных лиц. Но и по тональности, и по тем вопросам понятно, что, слава богу, все очень позитивно меняется. Поэтому те вопросы конкретные, точные, которые были из системной инфраструктуры для жилья индивидуального, те вопросы мы детально отработаем. Что касается строительства, то в скором времени в Колье начнется масштабное возведение нового микрорайона. Соответствующие соглашения с компаниями уже достигнуты. К слову, одним из ключевых инструментов эффективности в строительстве считается цифровизация. О том, как работать быстро, качественно и с использованием новых технологий, рассказали эксперты на семинаре в Мурманске. Сбор информации, хранение данных, оптимизация процессов и сокращение издержек. На это и многое другое влияет цифровизация. Сейчас ее активно внедряют во все сферы жизни. Вот и в отрасли строительства начинают активно применять новые технологии. Цифровизация, понятно, направлена на то, чтобы улучшить и упростить работу строителей в перспективе. Ну и, соответственно, это в конечном счете скажется на гражданах, потому что сократятся сроки производства, повысится качество объектов, которые возводятся и строятся. О том, как реформировать данную сферу плавно, но эффективно, рассказали на семинаре «Цифровая трансформация строительной отрасли и городского хозяйства», который прошел в Мурманском центре опережающей профессиональной подготовки. Одной из приглашенных гостей стала Дарья Долгих, представитель проектной дирекции Минстроя России. Мы, с одной стороны, говорим про, скажем так, сбор информации на протяжении всего жизненного цикла ОКС и верификацию этих данных. С другой стороны, уже есть такие хорошие отечественные технологические решения, которые обеспечивают эксплуатацию в цифре и, соответственно, продляют фактически срок жизни объекта и дают возможность проводить и ремонты, и подстраивать всю базу ТАИР, скажем так, в предиктивном формате и, соответственно, сокращать издержки в этом плане. Еще одна тема семинара – ресурсно-индексный метод расчета СМЕД, переход к которому начался в прошлом году. Благодаря ему должна усовершенствоваться система ценообразования. И материалы унифицируются, и расценки унифицируются, и, соответственно, наводится порядок в этой сфере у нас и идет к повышению порядка в этой сфере, и к экономии ресурсов и всего прочего. По словам экспертов, Мурманская область уже входит в топ городов по формированию цифровой вертикали. Регион показал успешную реализацию проекта «Умный город». Пока ребята на каникулах, мурманские школы совершенствуют. В этот раз отремонтировали кабинет информатики гимназии номер 5. Что ждет учеников 1 сентября, расскажет Анастасия Кочурова. Современное оборудование и лаконичный дизайн. В обновленном классе информатики гимназии номер 5 Мурманска созданы все условия для организации эффективного и комфортного учебного процесса. Здесь есть даже 3D-принтер, на котором дети будут учиться печатать объемные фигуры. Дизайн придумывали дети. Мы с директором его непосредственно дорабатывали до сверхтехнологий, которые нам хотелось бы видеть, чтобы детям дать. Мы применили самые последние технологии. Мы им поставили самые лучшие моноблоки. То есть на процессе Intel Core i7. Вот все моноблоки с хорошей памятью, с оперативной памятью. Если вы заметили, что мы постарались применить самые последние стройматериалы. Сделать ремонт и закупить такое оборудование удалось благодаря участию в региональной программе. Глава администрации посетил учреждение, посмотрел обновленное пространство и встретился с ребятами, получающими в гимназии свой первый трудовой опыт. Он отметил, что в новом учебном году рассчитывает на улучшение результатов по информатике воспитанников учебного заведения. Один из наших многих объектов в текущем году в рамках плана «На севере жить» проект «Арктическая школа». У нас 26 образовательных учреждений получат новые образовательные пространства. И гимназия номер 5, которую мы сегодня посетили, одну из них. Здесь нам удалось реализовать несколько проектов. Первый – это класс информатики, новые качества обучения. Мы с ребятами посидели, обсудили некоторые нюансы, что ещё нужно добавить и дополнительно улучшить. Также при областной поддержке преобразилась территория гимназии номер 5. Рядом со зданием образовательного учреждения заменили асфальтобетонное покрытие. Всего в этом году в рамках проекта «Арктическая школа» в Мурманске будут обновлены пространства 25 школ и одного детского сада. Пока время каникул, об учёбе можно и не думать. Лучше активно провести время на улице. В рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» в Мурманске сотрудники отдела вне ведомственной охраны и военнослужащие морского отряда Северо-Западного округа провели для воспитанников детского оздоровительного лагеря школы номер 38 спортивную эстафету. Занятия приурочили ко дню физкультурника, который отмечают 10 августа. Также сотрудники ведомства познакомили ребят со служебной собакой по кличке Люк. Школьники увидели показательное выступление немецкой овчарки, которое показало настоящий профессионализм по задержанию правонарушителя. Затем юным мурманчанам предстояло справиться с несколькими спортивными заданиями, продемонстрировать ловкость и меткость. Летом не заканчивается и культурная жизнь города. Около трёх тысяч мурманчан посетили передвижной музей «Поезд Победы» в столице Заполярья. Денис Пономарёв один из первых посетил «Поезд Победы» в Мурманске. Зачем ты решил прийти на «Поезд Победы»? Чтобы более подробнее узнать о Великой Честной войне, чтобы подробнее всё это рассмотреть и получить новые какие-то знания. Всего на «Поезд Победы» удалось попасть трём тысячам жителей Мурманска, среди которых и воспитанники центров патриотического воспитания «Воин» и на севере «Жить». Сегодня нам так повезло, что мы из делегации Кольского района ребят собрали, привезли на замечательную передвижную экскурсию «Поезд Победы», для того, чтобы дети в очередной раз получили информацию о истории нашей стране, о том, что нужно беречь жизнь, как сказали в конце нашей экскурсии, и ценить нашу Великую Родину. «Поезд Победы» воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий, объёмного звука, театрального освещения, реалистичных фигур. Состав находится в пути уже пятый год. «К нашему счастью сложности не было, потому что это уже хороший, организованный, отработанный процесс, который мы осуществляем уже в четвёртый раз. Поэтому между нашими ведомствами и нашими партнёрами проекта очень хорошее взаимодействие, взаимопонимание. Поэтому Министерство культуры Мурманской области, комитет молодёжной политики, а также другие профильные исполнительные органы Мурманской области и Российские железнодороги и Организация волонтёров Победы мы работаем уже очень слаженно». Поезд уже уехал из Мурманска. Сейчас передвижной музей открыт для жителей Кандалакши, откуда и отправятся на стоянку в Москву до начала следующего сезона. А музыкальный проект «Мелодии мурманского лета» продолжает собирать зрителей в сквере на Ленинградской улице. На сцене выступают уже популярные у северян группы. Люди активно приходят послушать известные мотивы и потанцевать под любимые песни. Музыкальные группы и кавер-бенды снова порадуют меломанов. Проект «Мелодии мурманского лета» состоится и в это воскресенье 11 августа. Площадкой станет сквер на улице Ленинградской. «У меня давно-давно была идея, особенно когда мы проводили мероприятие, посвященное 9 мая, сделать площадку. В городском саду играет духовой оркестр. Я очень хотела вот эту площадку. Но и потом, в прошлом году мы попросили Юрия Валерьевича, возможно ли попробовать это сделать на площадке вот этой сферы на улице Ленинградской. Потому что он такой уединенный, есть своя сцена, да, есть такая благоприятная обстановка, лавочки и так далее. И нас поддержали». Проект запустили в прошлом году. И с тех пор ни одно летнее воскресенье в сквере не проходит без танцевальных ритмов. «Наша группа Щербаков-бенд исполняет песни 80-90-х годов. Это хиты, соответственно. Люди их любят, знают. Они приходят танцевать, петь вместе с нами, развлекаться и получать, конечно же, хорошее настроение. Приезжают нам не только из Рослякова, к нам приезжают и из Мурмашей наши поклонники». Можно заранее узнать, кто будет выступать на сцене. Для этого необходимо зайти в группу «Культура Мурманского» ВКонтакте. Здесь каждую пятницу выкладывают список исполнителей. Завершение выпуска новость для тех, кто любит совершать покупки с большой выгодой. Только до 11 августа включительно в Североморске и Мурманске проходит финальная распродажа верхней одежды норвежских брендов. Обновленные коллекции привезли из фирменных магазинов Санкт-Петербурга. Из-за действия ряда санкций прекратились поставки в Россию норвежских брендов одежды, что сильно сузило ассортимент и подстегнуло спрос. Вручает только товарный остаток закрывшихся магазинов, которые распродаются скидками. Давайте разберемся с заблуждением многих. То, что мы приезжаем с выставкой уже не первый год, это не означает, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Наша компания постоянно держит руку на пульсе и при первой возможности, как только закрывается магазин, она выкупает этот остаток. И распродает сейчас со скидками от 40 до 70%. То есть на выставке представлены это канадские, норвежские, аляски, скандинавские, финские пуховики, облегченные дубленки и также верхняя одежда на демисезон и лето. Вашему вниманию я хочу показать вам норвежскую куртку от компании Björn Larsen. Да, эта модель выполняется полностью из мембранной ткани, которая, смотрите, полностью позволяет отталкивать от себя всю воду, ветер и грязь. Стирается легко в машинке, а наполнителем служит ей дипонсорона. То есть это кукурузные волокна, основанные на искусственно выращенных экологичных материалах. Легко подойдет под любой вид одежды, под джинсы, брюки, штаны. Самое главное удобное и практичное. Вот забежала, посмотрела, мне очень понравилось. Европейское качество, хороший бренд. Цветовое решение нашла светленькое. Мне очень нравится и я очень довольна этой покупкой. Только до 11 августа включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Североморске по адресу улица Советская, 29, напротив торгового центра «Лев» и в Мормонске в торгово-развлекательном центре «Форум» на проспекте Кольском, 134, на первом этаже от главного входа. Ориентир воздушной шары. Редактор субтитров А.Семкин В пятницу 9 августа ночью температура по области составит от плюс 8 до плюс 14, днём в Мурманске и Североморске плюс 23, ветер южный до 5 метров в секунду, ясно. В Никеле плюс 24, в Манчегорске плюс 21, в Апатитах также плюс 21, в Кавдоре 23 градуса выше 0, в Кандалакше плюс 18, в Полярных Зорях 20 градусов со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова